На одной волне с городом. Радио Болтком. Мир не изменится, если мы не начнем с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире Радио Болтком. Программа «Зеленая лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зеленую лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро всем, кто нас слушает. В эфире Радио Болтком. Программа «Зеленая лампа». Благотворительная программа для тех, кому нужна наша помощь. Ее ведут сегодня Ольга Авдевич. Я Рита Трошкина. И гостья у нас сегодня художник, известный Корене Паранянц. Здравствуйте, Корене. Здравствуйте. У вас очень-очень красивый фон. Вот мы вас видим сейчас. Все такое яркое, солнечное. Это вы в мастерской своей или дома? Спасибо большое. Да, и ты с Курмика. То помещение, где у меня обычно проходит чаепитие и работа на стенах из разных тематик. Пёстро, ярко и всего много. Сразу такое солнечное утро, несмотря на дождь получается. Корене помогает нам сегодня включать «Зеленую лампу» для 44-летней Инеты Пурвинской. Мы на вторую неделю продлили эту акцию помощи Инете, потому что очень большая сумма денег ей нужна для того, чтобы вылечить тяжелую онкологию в клинике Германии и Латвии. Для неё разработана специальная программа лечения с учётом её особенностей, и это помогает. Нельзя останавливаться, и мы ещё чуть позже к этому вернёмся. Просто напоминаем, что наш телефон 9300-6384 ещё неделю до следующего вторника работает в помощь Инете. А Корене нам сегодня расскажет о том, как ей удалось практически невозможное совершить. Потому что в нашей пандемической реальности то, что произошло, это действительно уникальная такая история. В Юрмале, в городском музее, открылась выставка Корене Паранянц, которую можно даже посетить. Вот, Корене, расскажите, как вам удалось это сделать, и как можно попасть на выставку? Ну, вы знаете, как я шучу, всё время такая немножко выставка получилась в суперпозиции. Она как бы есть, её как бы нету. На самом деле, да, выставка была запланирована ещё на начало января, и всё время, в общем-то, это всё откладывалось. Пандемия, менялись правила. И в итоге, в общем-то, с администрацией музея мы поняли, что нужно сделать такой уже завершённый продукт, чтобы он был. Поскольку, в общем-то, сейчас в музей также очень много приезжает художников, сдают работы на международную биеннале «Марина», которая ежегодно проходит в Юрмальском музее, и мы надеемся, что в этом году тоже это событие случится. И, в общем-то, мы поняли, что пора это всё реализовывать, чтобы это был действительно такой осязаемый продукт, выходить из-за рамки, скажем, этого виртуального пространства. И какое-то время выставку можно было видеть только через окна. Сейчас уже немножко послабление, скажем, пускают прессу, кураторов, искусствоведов, опять же, мои коллеги. Ну и можно также мне лично написать, поскольку сейчас тоже как бы уже немножко меняются правила, там два домохозяйства, одно домохозяйство. Как-то можно этот вопрос уже пытаться решать. И очень мы, конечно, надеемся, что вот в ближайшее время откроют уже, наконец, музеи для такой широкой публики, потому что, мне кажется, конечно, это очень важно. Контакт с картиной, всё-таки это такое вот личное, это нельзя смотреть через стекло, это нельзя смотреть на экране телефона, это то, что хочется вот такой... Личное ощущение. Формат, фактуру, это ощущение художника, конечно, это энергетика, от этого никуда не деться. Мы с вами абсолютно согласны. Расскажите немножко подробнее про вашу выставку. Что это, какие работы туда вы сделали для этой выставки? Она, конечно, такая получилась в итоге очень в тему по всеми этими событиями пандемическими, поскольку очень такая жизнеутверждающая тема биосистемы. И, как я тоже так всегда немножко с шуткой говорю, что мой девиз — это искусство с пометкой «био», то есть всё, что связано с жизнью, с ритмами природы, с человеком, то есть жизнеутверждающая тема. И, в общем-то, я стараюсь всегда вдохновляться от природы, от каких-то таких естественных природных форм, максимально писать тоже с натуры, даже если это какие-то абстрактные работы. И в данном случае это биосистемы, то есть это такое моё обращение, скажем, опять же, к ритмам природы, к согласию человека с этими ритмами, скажем, к этой вот возможности регенерации, к восстановлению, к цикличности, к ритмичности, к плодородию. И в данном случае мне тоже очень интересно как бы заглянуть внутрь вот этого божественного принципа, как это всё на самом деле функционирует, как это всё продумано. И некоторые работы — это действительно такие гиперболы, то есть такой вот взгляд внутрь, вот в эту систему, поскольку, в общем-то, современное искусство, оно не может как-то идти в разрез, скажем, от той же самой науки. И поскольку я, в общем-то, не научный работник, но, тем не менее, даже если чисто визуально вот посмотреть, насколько всё это прекрасно, насколько всё это продумано и интересно, там, не знаю, кристаллическая решётка, строение атома, лучи нейтрины и так далее, это настолько вдохновляет, и в то же время некоторые работы — это, конечно, такие больше метафоры, то есть, скажем, взгляд со стороны, вообще, скажем, вот, не знаю, Вселенная, там какая-то абсолютная форма круга, там тот же самый символ венка, спектр, радуга, то есть это все вещи, которые, в общем-то, с одной стороны, очень естественные, очень простые, как я всегда говорю, что самые большие, самые приятные вещи, они, на самом деле, максимально простые и до сих пор ещё бесплатные, прогулка в лесу, там, море, свежий воздух и так далее. В то же время это такие очень темы, на самом деле, серьёзные и связаны, тоже, с такой метафизикой. То есть для меня это такой поиск божественного принципа, биосистемы, вот как это всё функционирует, насколько всё это прекрасно и насколько мне вот хочется зрителя к этому всему, на самом деле, вернуть, к этой вот естественности, к этой вот связи с биоритмами, с природой, вы можете наслаждаться разными сезонами, богатством цвета, вот силой природы. Корине, вот в аннотации к выставке написано, что большую часть экспозиции составляют работы из цикла под названием таким странным «Пузурс». Вот расскажите нам, что это за «Пузурс» такой? Да, очень, на самом деле, интересно. И началось всё, на самом деле, очень так повседневно и просто. Ко мне изначально пришёл заказчик с предприятия и сказал, что им нужно что-то такое очень латышское, и чтобы, знаете, было вот так и лук, и вот как будто уже такая природная тема, и солнышко. Но я поняла, что я не могу такую композицию решать как-то банально, знаете, вот лужайка, там корова, солнышко светит. А хотелось на это всё, опять же, посмотреть так более концептуально, более широко, более символично. И как-то я стала очень копать вообще тему, на самом деле, этника, там, салгрежа, вот этот календарь, состояние, традиция, вообще что такое, на самом деле, поле, какие-то те же самые травы растут на латвийском лугу. И вот возникла первая картина. Латвийский луг, так она и называется, «Пузурс». «Пузурс» — это такой очень интересный кинетический объект. И когда тоже эту тему я изучала, на самом деле, прототип «Пузурса» есть практически во всех культурах. То же самое, скажем, у русских, например, это «Птица счастья», например, это «Немецкие химмалы». Это те же самые известные всем ловцы снов. И, в общем-то, принцип один и тот же. То есть это такая маленькая, скажем, модель вселенной. Это то, как вот, скажем, древний человек уже стилизовал, скажем, воспринимал вот эту вот свою модель мира. На самом деле, очень интересный объект. Мне очень нравится, что этот латвийский пузурс, он тоже очень связан, скажем, с циклами природы. То есть это целый ритуал. Его делают из тоненьких этих соломинок полевицы, тоже в определенные периоды. В некотором смысле он заменяет тоже новогоднюю елку. И для меня это такая содержательная пустота. То есть у него может как бы вот эта энергия втекать, вытекать. Также тоже очень интересно, что все эти химмалы, и «Птица счастья», и латышский пузурс, их тоже в древности вешали определенным образом, чтобы от входной двери вот этот воздух создавал все время движение этого пузурса или «Птица счастья». То есть, в общем-то, такой очень интересный, практически концептуальный арт-объект, который пришел к нам из древности. И также для меня было очень интересно, вот так интересно решить тему пейзажа, что вот эта линия горизонта для меня сошлась вот до одной точки, раскрылась в такую вот многодименсионную конструкцию. И, в общем-то, там у меня и венок, и все вот эти травы, которые есть в латвийском лугу, и янтарь, такой тоже интересный символ вечности. В общем-то, вот такая интересная в итоге получилась работа, и из нее уже развились остальные тоже картины, именно вот эту вот тему «Модель Вселенной», пузурс, цикличность, связь человека с природой и так далее. Ну и тогда, конечно, я уже начала копать глубже вообще историю орнамента, геометрический орнамент, скажем, аналоги в других культурах и так далее. Вот вы начали изучать вот эту систему календаря солнцеворота, вот этот есть латышский календарь, и какие-то знаки силы. А вот что для себя лично вы открыли, что вот как интересно это можно использовать? Ой, вы знаете, на самом деле открытий было очень много, и что самое интересное, наверное, такое вот самое для меня, может быть, яркое открытие, вообще, на самом деле, тема вот орнамента и вот эти спеки, мне всегда было очень интересно, но когда я стала как-то больше об этом читать, смотреть, проводить аналогов, опять же, насколько все перекликается в разных культурах. Ну вот, скажем, даже этот вот русский, например, армянский солнечный круг, который есть даже, например, в основании любого хачкара, вот этот солнечный диск в таком движении находится, практически он перекликается, скажем, с той же самой русской сактой, это та же самая, скажем, вот эта китайская иньянь, вот это движение по кругу, и то есть вот этот абсолют, скажем, общий вот этот вот кодуалс, вот это общее такое зерно, которое есть в каждой культуре, мне это на самом деле было очень интересно, и вот я как-то проводила параллели с разными культурами, для меня это было такое, ну, приятное открытие, это было очень интересно на самом деле. Ну вот мы со своей стороны хотим добавить, что мы видели и не раз, много раз работы Корине Паронианс, и просто можем сказать, что все должны это увидеть, это настолько ярко, это настолько солнечно, это настолько поднимает такое, жизненные силы какие-то пробуждают ваши работы. То есть обязательно рекомендуем при первой же возможности посмотреть эту выставку и другие работы Корине. Ну вот, и Корине очень много правильно и красиво говорила о гармонизации нашего окружающего пространства, о законах гармонии. И в принципе вот в этот закон существования нашего входит то, что мы должны быть внимательны к окружающим, и мы должны помогать. Наша программа о благотворительности. Мы напоминаем, что мы приняли решение продлить еще на неделю акцию помощи Инна Тепурвинской. Это молодая женщина, 44 года, у нее есть дочь и есть мама. И вот эти три женщины сейчас все вместе, скажем, борются с онкологией Инна Тепурвинской. В Латвии нет протоколов по ее сложному случаю. В Германии разработали схему, и вместе с латвийскими врачами, вот сейчас есть надежда, работает эта схема, работают эти лекарства, но это дорого. И наш телефон помощи 93006384, еще неделю будет работать для Инны Тепурвинской. В благотворительном фонде BeOpen открыт счет помощи. Его можно посмотреть на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа». Там есть публикации, где ежедневно мы сообщаем о том, сколько собрано средств. И, Карина, расскажите, пожалуйста, у вас вот в этом году была тоже очень интересная такая благотворительная история, в которую вы включились, и действительно таким чудесным образом вы очень помогли маме, вот мальчика. Расскажите эту историю про мальчика Григора. Ну, я всегда на самом деле так немножко себя как-то чувствую неудобно. Знаете, как-то вот, как сказать, имели я право озвучивать чью-то жизнь, и на самом деле ничего такого, знаете, можно сказать, грандиозного. Мне кажется, это как бы, ну, в принципе, естественно. Ну, тут на самом деле очень грустная, очень такая тяжелая история, тем более, что в контексте войны, знаете, когда как бы война – это что-то такое абстрактное, историческое, в самом деле-то все тяжело, но ты воспринимаешь через какие-то цифры – это одно, когда это все-таки твоя этническая родина, и совершенно какие-то, не знаю, может быть, близкие, знакомые, друзья. Да, речь идет о конфликте в Карабахе, да? Да, да, это, конечно, совсем другая история. Ты понимаешь, что, конечно, гибнут невинные молодые люди, и все это совершенно страшно и ужасно. Но тут, да, была такая, так сказать, история, которая меня очень зацепила, поскольку, ну, это, скажем, одноклассник моих, ну, хороших друзей, которых я, скажем, хорошо знаю из Еревана, и тут такая немножко, ну, скажем, немножко, а очень трагичная история в том смысле, что, ну, как бы, одинокая женщина, инвалид, и я так понимаю, что этот парень был, скажем, единственным, кто, в общем-то, и заботился чисто физически, и обеспечивал, и жили очень бедно, и я так понимаю, что он это как бы не афишировал среди, скажем, своих одноклассников, и вот, когда он погиб на войне, в общем-то, мать осталась вообще без средств существования, без жилья и так далее, но это было, в общем-то, очень естественно помочь, ничего такого грандиозного я не сделала, но то, что я могла, там, скажем, была там работа проданная, и деньги пожертвованы на это дело, очень включился, скажем, преподаватели с колледжа тоже собирали деньги, и вот такими общими усилиями, я очень рада, что, в общем-то, мы не подключали там никакие фунды, это вот чисто было такое вот между собой, кто сколько мог, по чуть-чуть, там ученики тоже некоторые мои сдали деньги, то есть вот на таком личном уровне, передавая знакомых через знакомых, вот, в общем-то, эту сумму удалось собрать, и хотя бы скромная квартира у этого человека появилась, ну, это такая, на самом деле, малость в контексте этого грандиозного горя для этого человека, ну, что могли, мы сделали, хотя, конечно, я понимаю, что такие вещи надо озвучивать, надо озвучивать, потому что, я думаю, что коммунистрируют таких людей с участием, в помощи, поэтому, с одной стороны, я не люблю это озвучивать, с другой стороны, это надо озвучивать, и вот так у нас это удачно сложилось в итоге. Надо, надо, и вот у вас на вашей страничке в Фейсбуке есть такая фраза, иногда в жизни случаются такие вещи, когда всё, что казалось важным раньше, оказывается шелухой, то есть всё, что касается переоценки ценностей, происходит в какой-то момент у человека, а вот у вас лично эти переоценки ценностей, ну, как часто происходили? Может быть, какой-то конкретный там пример вы расскажете? Ну, на самом деле, слава Богу, они происходят достаточно периодично, потому что, знаете, живём только долго в таких комфортных, тепличных условиях, конечно, немножко человек, мне кажется, атрофируется в таком духовном смысле, и все мы, по сути, этим грешим, знаете, в повседневности как-то мы застреваем, и нам кажется важным, там, не знаю, какие-то карьерные вещи, там, какая-то очередная сумочка или туфли, а когда что-то такое вот случается, тут даже, может быть, не среди своих близких, а даже вот, ну, какого-то такого более-менее ближнего круга, ты понимаешь, что всё это на самом деле суета, всё это шелуха, и перед какой-то там, не знаю, болезнью, трагедией, ну, всё это на самом деле повседневность. И, слава Богу, эти переоценки случаются достаточно регулярно, и, да, я думаю, что это всё-таки важно для каждого из нас, думать о таком, о главном, о ценном. Поэтому вот эти выходы из зоны комфорта, наверное, нужны человеку. Ну, вот есть такое мнение, многие часто говорят, что по поводу благотворительности и милосердия, да, то есть, ну, если не говорить там красивых фраз, что когда мы помогаем кому-то, когда откликается сердце, мы, в первую очередь, помогаем себе. Вы согласны с этим? Я думаю, по большому счёту, да, конечно, на самом деле, всё, что мы делаем, всё, как бы, в принципе, где-то исходит из себя, и, знаете, как говорят, если ты хочешь любить кого-то, люби себя прежде всего. Наверное, для каждого из нас да это такой какой-то вот, ну, как отдушина, скажем, такой вот камень из души, что ты можешь помочь что-то сделать. И, в общем-то, я считаю, что это естественно. Если ты располагаешь каким-то ресурсом, как-то этим ресурсом, скажем, делиться с другим человеком, это очень естественно, мне кажется. И это то, что надо пропагандировать как-то и вдохновлять других людей тоже к этой эмпатии. Спасибо, Карина. Мы напоминаем, что наша программа ещё целую неделю работает в помощь 44-летней Инне Тепурвинской из Сала Спилс. Она юрист по образованию и с очень большим профессиональным опытом работы. И вот полтора года назад попала в такую тяжёлую ситуацию, болезнь, как обычно это бывает, внезапно пришла, неожиданно, у неё был просто шок от того, что вот казалось, ну, со мной не может такого случиться. И после этого вот она прошла операции, там много химиотерапий. Пока, наконец, в Германии, куда она обратилась уже от отчаяния, не подобрали для неё специальную методику решения. Шесть месяцев. Нельзя сейчас останавливаться вот абсолютно, потому что первый этап лечения дал очень хорошие результаты, очень хорошие, и надо продолжать обязательно. И единственное, что, конечно, хорошо, что есть эта методика, но не очень хорошо, что это стоит очень дорого. Шесть месяцев лечения – это более, ну, 52 с лишним тысячи евро ей нужно собрать. 52 тысячи 532 евро. Сейчас мы собрали за неделю 7 тысяч 350 евро. Спасибо всем огромное. Вот за каждый евро и за каждый телефонный звонок. На благотворительный телефон наш поступило 1806 звонков. Каждому просто огромное спасибо, потому что маленькие звоночки соединяются в большую помощь всегда. Звонки составили сумму 2256 евро за неделю. В общем, надо немножечко ещё, конечно, у кого есть возможность, постараться помочь этой чудесной женщине, потому что это реально шанс её на жизнь. То есть на любое наше участие – это помощь в сохранении жизни хорошему человеку. И напоминаем, что гость нашей программы сегодня художник Корене Паранянц. Мы говорим о доброте, о красоте, об искусстве и о важности смотреть вокруг и помогать тем, кому хуже, чем нам. Корене, расскажите, пожалуйста, о вашем опыте участия в рождественской благотворительной акции «Помощи пожилым людям». Какие эмоции, может быть, что вас тронуло из-за дела? Вы знаете, на самом деле это несколько было таких у нас акций, но это были не совсем пожилые люди. Мы на самом деле помогали детским домам и пару раз тоже навещали больницы. Тоже было совершенно на таком житейском уровне. Я объявила эту акцию среди своих учеников. Мы собрали, в общем-то, подарки, красиво их упаковали, и мы своими силами провели такие небольшие ёлки. У нас было, скажем, несколько детских домов мы выбрали, согласовали это всё, конечно, с администрацией, и просто провели красивый праздник, вручили подарки, как смогли, порадовали. Ну, то есть это не было что-то такое грандиозное, скажем, на официальном уровне, то есть абсолютно, скажем, не только единомышленник. Лично участие. Мы могли бы это участвовать. Ну вот, скажи, что вас особенно вот растрогало во время этих мероприятий? Растроило или порадовало? Потому что пансионат для престарелых тоже же у вас там был включён в эту программу. Я на самом деле, да, просто этой информацией как бы делилась, там мы больше деньгами помогали, то есть лично мы туда не ездили. То есть там чисто это просто было так, ну, поделиться информацией и помочь чисто немножко финансово. А то, что касается детей, ну, такой для меня всегда это очень тяжёлый, на самом деле, опыт, потому что как-то, ну, вот всех хочется спасти, всех хочется пожалеть. И на самом деле как-то ещё с тех пор, когда я сама тоже стала матерью, это очень остро воспринимает, что вот есть, в общем-то, дети, которые лишены этого материнского тепла, родительской ласки и возможностей. Для меня это всегда очень тяжёлый опыт эмоционально, я потом очень долго отхожу от этого. То есть я так очень личностно воспринимаю, скажем, каждого ребёнка, и где-то ты всегда чувствуешь, что каждый из них надеется, что вот, ну, что как-то будет какой-то поворот в его судьбе, а может быть вот сейчас его заметят, его заберут, у него появится мама. Это очень тяжело на самом деле. Я как-то всегда, не знаю, насколько я на это уже имею право, как-то пропагандирую среди друзей, знакомых. Сейчас как-то очень много пар, скажем, которые хотят детей, там не могут иметь детей. Ну, может быть, не стоит, скажем, так сильно налегать на медицину, а иногда, мне кажется, имеет смысл просто кого-то адаптировать. И я думаю, что тут не надо бояться, знаете, многие боятся там гены и того и сего. Ну, как-то я вот сколько знаю знакомых, достаточно хорошие есть истории, и как-то я так даже сама иногда задумывалась, а почему бы нет, может быть. Ну, это сложная такая, очень сложная тема, но как-то вот я всегда ее очень пропагандирую среди знакомых. Спасибо, Карина. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на рекламу. Вот пару минут. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, мы скоро продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Напоминаем, что у нас интересная гостья – художник Корине Паранянс. Корине не просто не только художник, она мама двоих детей. У вас две дочки. Расскажите, вот сколько им лет, и как вы… Секреты нам, секреты, пожалуйста. Как вы их воспитываете, что вы считаете важным вложить детей, чтобы они какими выросли, какие книги с ними читаете, какие мысли проговариваете? Ну, вы знаете, читаем мы очень много. На самом деле, детки совсем маленькие, 3-5 лет, очень такие активные, смышленные. Читаем мы очень много. Как-то мы так с детства и со старшей дочкой старались приучать к книгам. И, в общем-то, это были такие первые книги, где есть только картинки, какие-то там тактильные ощущения и так далее. Плюс они растут, стараемся, чтобы так, берингвально. Они ходят в латышский садик, дома, естественно, общаемся по-русски. И стараемся тоже, чтобы литература была разная. Ну, конечно, это классика жанра, скажем, там, Михалков, Чаковский, Агния Барто, Маршак, какие-то такие вещи, на которых, скажем, мы сами выросли. Плюс сейчас очень много, на самом деле, такой замечательной мотивирующей литературы, то есть такие умные сказки современных педагогов. Мне очень нравится, которые тоже там о доброте, о том, что надо делиться, о том, что надо быть хорошим человеком и так далее. Это все очень тоже, на самом деле, оседает, когда это часто читаешь, когда это с картинками. Это все очень интересно. Ну, вот сейчас, наверное, Анны Бригадера тоже время пришло, поскольку любим очень парк Тервата съездить. Армянские сказки, там тоже сам Аванес Сатуманян. Как раз вот сейчас свежую книгу мне подарили, очень интересное, красивое новое издание. И как раз тоже по-латышски вышло. В общем, читаем и много. То есть совершенно разные у нас книги. И как-то у нас тоже папа такой очень активный, очень много занимается девочками. То есть в этом смысле, да, они как-то такие у меня книжные, начитанные. И стараемся тоже много гулять, много смотреть, много обсуждать. Поэтому так... Крэнные... Жизнелюбие, человеколюбие, такие какие-то хорошие человеческие ценности. А вот интересно, лично у вас в детстве какая сказка была любимая? Ой, вы знаете, даже мне так сложно вспомнить. На самом деле, мне очень много сказки рассказывал папа. И, мне кажется, он в основном фантазировал. То есть это была новая сказка. Поэтому, наверное, немножко такие сказочные образы как-то трансформировались тоже в творчестве. Но вот даже, наверное, какую-то конкретную сказку не назову. Нет такого какого-то, вот скажем, одной вот любимой сказки. То есть это такое, наверное, больше собирательные образы из разных сказок. А вы сказали, что сейчас много интересных, мотивирующих таких книжек с поучительными сказками. Может быть, у вас есть какая-то сказка или притч о доброте, которая вам легла близко к сердцу? Ну, вы знаете, вот, наверное, тоже что-то конкретное даже не назову как-то. Вот тоже это такой собирательный для меня образ. Потому что вот в каждой сказке какой-то свой аспект, своя вот эта маленькая часть одной больше большой мозаики. Что-то конкретное, наверное, даже не смогу упомянуть. А вот вы сказали, упомянули, что армянские сказки. То есть и латышские сказки, и армянские сказки. А что лично для вас значат, вот скажем, ваши корни и какие-то традиции? И как это... Как это в творчестве. Да, в ваших картинах, как это преломляется? Ну, на самом деле, мне кажется, в этом вся соль, в этом вся суть. Мне, на самом деле, очень смущает вся эта глобализация, стирание границ. Мне кажется, знаете, то, что записано у нас у каждого в ДНК, вот эта вот связь с предками, связь со своими корнями. То есть это уже на уровне, скажем, генетики. И вот эта этническая память, она, на самом деле, очень важна для каждого народа. И это, в общем-то, то, что делает искусство интересным. То, что делает искусство насыщенным. Вот эта национальная принадлежность. Для меня это, конечно, вот эта тема, моя любимая цвет граната. Моя такая, скажем, гендарная коллекция, очень ордаментальные арбузы. Арбузы, да. Цикл «Армянская свадьба» такими интересными типажами, немножко повзаимствованными. Тоже что-то, может быть, от Ника Перасмани. Такие вот первые такие детские, интересные, яркие работы. Да, для меня эта тема очень важна. И я стараюсь регулярно тоже бывать на этнической родине. Ну, как регулярно? Может быть, раз в несколько лет. И для меня всегда это очень такой вот заряд, скажем, энергии. Какие-то яркие, опять же, образы, которые всегда, в общем-то, потом в итоге в работах находят выход. И вот сейчас тоже такой интересный я начала цикл. Перечитываю как раз Сергея Порожанова «Исповедь». Ну и, конечно, его сценарий. Каждая страница – это живописное полотно. И вот с панативом его тоже пишут такой интересный цикл. А ещё у вас была персональная выставка под таким названием, интересно, «Русский чай на итальянской кухне». Вот что, опять же, если мы говорим про смешение культур, как вы связаны с Италией? Ну вот тут как раз у меня даже на фоне пару работ и как раз полки с чайниками. На самом деле очень интересно, что это был такой целый период. И, в общем-то, периодически я всё равно ещё пишу какие-то чайные работы. И, как я тоже в своей рецензии к выставке упоминала, что это очень связано, конечно, с семейной традицией и с такими яркими воспоминаниями детскими из нашей старой квартиры в таком дореволюционном, очень колоритном доме. То есть это такая армянская традиция чаепития. Это, конечно, бабушкина выпечка. Это тёти, связанные белые кружева на такой тёмной лакированной мебели. Очень семейная традиция. И дедушка очень любил, во-первых, дулёвские сервизы, вот эти яркие пузатые чайники, и очень любил русские самовары. Ну и как я так шутливо тоже написала свои рецензии, что во всех остальных бытовых вопросах бабушка отдавала предпочтение итальянцам, ну а дедушка старался с этой такой энергичной, колоритной, кавказской женщиной властной не спорить. И поэтому, в общем-то, в этих работах прослеживается такая тема семейности. Немножко такие шутливые тоже названия, такой как будто вот синергия пары, какие-то семейные конфликты. Он закипел, она закипела. Потом у меня тоже была такая серия пирамид, скажем, чайнички из разных сервизов, потом пирамиды чашки из разных сервизов, и тоже такие названия с юмором. Сложно найти пару. И в итоге, на самом деле, как-то мои зрители тоже приняли правила этой игры шутливой, и стала коллекция пополняться. И сейчас у меня уже появились такие латышские какие-то народные, на самом деле, глиняные чайники, которые вот помнят цепло рук создателя. Появились какие-то интересные новоделы, появился итальянский дизайн. И, в общем-то, коллекция обрастает, появляются свежие живописные работы. Но вот, да, этот русский чайник итальянской кухни была, конечно, очень такая колоритная экспозиция, именно такая связанная с детскими воспоминаниями, с этими такими семейными отношениями. Вот очень важно, мы уже который раз возвращаемся к семейным ценностям, к детским воспоминаниям, родителям, бабушке. И наша программа посвящена сегодня помощи молодой женщине Инны Тапурвинской. У неё дочка, Кристиана. И вот вы представляете, насколько для этой девочки важно спасти жизнь мамы, чтобы вот эта вот семья сохранилась. А семья состоит из бабушки, из мамы и из дочки. То есть вот такие три женщины. И мы просим вашего участия сделать просто звонок по телефону 9-3-0-6-3-8-4. Это 1 евро 42. И как мы всегда говорим, если вы вдруг сейчас слушаете нашу программу, вам очень повезло, потому что вам предоставляется возможность сделать доброе дело. Ну как, доброе дело очень важно делать. Иногда не знаешь, ну что бы такое хорошее, доброе сделать. Вот, пожалуйста, 9-3-0-6-3-8-4. 6-3-8-4. Евро 42 цента звоночек. А иногда и не думаешь, не думаешь, потом раз тебя что-то останавливает, и задумаешься над чем-то важным для себя. Корине, а вот у вас одна работа называется «Лестница в небо». А откуда такое название, что оно символизирует? Потому что «Лестница в небо» – это очень красиво. Кто-то вспоминает фильм про Мюнхгаузена с Янковским, кто-то вспоминает что-то другое. Что у вас? Для меня, наверное, это такой больше путь к абсолюту, путь к себе настоящему, путь к истине, путь к самым вещам. И даже в некоторых работах я немножко как бы зрителя ставлю в такое вот условие, как, знаете, герой компьютерной игры, который всё время стремится наверх-вперёд, преодолевает, попадает на новый уровень, всё начинается сначала, а на самом деле потом он вдруг понимает, что суть в другом и смысл. И это, наверное, такая вот немножко, да, серия про вот это настоящие ценности, про путь к сути. И поэтому, да, опять же, квадратный формат, опять же, вот этот свет в центре картины, такая немножко композиция, похожая на мандалу, и при этом вот эту всю работу, скажем, перекрещивают лестницы, стремление, стремление, стремление. И плюс ещё в этом цикле очень интересно, меня вот волнует контраст, скажем, живой пластичной природы и, скажем, вот этот архитектурный каркас, который создаёт человек своим стремлением. То есть это схема, это архитектура, это планы, это вот человеческая жизнь, это отрезок, что мы всё время стараемся структурировать, подчинить каким-то своим идеям, а природа — это всё-таки вот это золотое сечение, это пластика. Мы имеем твою схему, и до этой студии хочется докопаться. Вы сказали, что когда началась пандемия, и вдруг у нас появилось время, да, и вот у вас лично появилось время на размышления. И вот ваша цитата, я поняла, что мне не просто есть что сказать, а есть темы, о которых сказать просто необходимо. Вот что это за темы, которые вы для себя определили? Да, очень такое плодотворное, на самом деле, в творческом плане было это пандемическое время, размышлений, и появилось несколько таких интересных живописных коллекций. Урбанистическая философия, вот этот цикл как раз «Лестница в небо», и ещё такая тоже очень современная «Кивар-код». На самом деле стало вообще очень много размышлять вообще, как человечество развивается, куда мы идём, к чему мы идём. Очень интересный этот цикл, на самом деле, урбанистическая философия, такие работы немножко с современными названиями, и, скажем, каждое название, оно как бы вплуждает зрителя мыслить, и вот немножко размышлять о том, что мы очень сейчас легко манипулируем, и что мы очень застряли в этой виртуальной реальности, потому что цифра всё время борется с словом, что мы очень часто действительно ведёмся на какие-то пропаганды и так далее. Такие сложные, на самом деле, работы, там, фейковые подписчики Инстаграма «Мёртвые души XXI века», «Долгий бесконечный путь домой», ну, такие сложные действительно работы, и как раз вот эти геометрические формы, они как-то интересны у меня, вот такой метаморфозы, как-то от этого пузырса, вот перескочили вот на эти все архитектурные каркасы, провода, которые режут небо, скажем, это сеть интернета, которая нас держит, они выпускают, это философская серия, и QR-код тоже такая интересная очень тема, сейчас такие пишу черно-белые полотна, анализируя вообще на самом деле тему орнамента, что, в общем-то, впервые за историей развития человечества мы пришли к орнаменту, который нам, в общем-то, синтезирует, скажем, производит компьютер, то есть где-то получается такая немножко борьба искусственного интеллекта с живым человеком, потому что, по сути, орнамент — такой универсальный носитель информации, человек всегда кодировал через, скажем, свои руки, через ручной труд, и всегда орнамент был связан с национальной принадлежностью, там, не знаю, персидский ковер, те же самые там какие-то древние орнаменты, а вот сейчас, скажем, штрих-код тот же самый на продуктах, да, и вот тоже такие очень интересные темы поднимаю я, черное-белое, что это борьба зла, добра, почему нам так важно вот это огромное количество информации, действительно, мы сейчас живем в таком просто в каком-то смоге информативном, и что нам действительно сейчас важно все это структурировать. Такие сложные, интересные темы. А вы... Тут Эмия, я бы не пришла к таким интересным коллегам. Ну да, не бывает минусов без плюсов. А чисто по-человечески, эмоционально, вот вы сказали, что вы даже визуализировали тему фейковой подписчики в Инстаграме. Как вы вообще ощущаете вот это вот, свое существование в этой цифровизации? Чуть больше хорошего или плохого, опасности или пользы? Нет, конечно, у всего есть плюсы, и, конечно, общение стало проще, но, мне кажется, мы во многом тоже усложнили свою жизнь. На самом деле мы очень как-то разогнали это карусель времени, и мы постоянно где-то спешим, не успеваем. И на самом деле, почему вот сейчас последние все мои работы, они как-то очень такие с центральной композицией, как будто вот стараются человека на какую-то такую медитацию, как бы к себе настроить, потому что мы как-то очень так потеряли этот внутренний баланс. Нас все время дергают какие-то вот гаджеты, какие-то источники, и этих источников становится все больше, все больше, все больше. То есть социальные сети нужны вроде как-то быть более-менее активной. Там, не знаю, WhatsApp, все эти чат-группы, и ты все время в таком немножко вот, скажем, теряешь свое время, на вот это виртуальное пространство. Плюс, мне кажется, очень плохо, что сейчас дети на самом деле немножко лишены вот этого естественного развития, тактильных ощущений, естественной коммуникации, и, скажем, социализации. Мне кажется, немножко неправильно, что все это происходит в зуме, что мы очень сейчас на самом деле зависимы от экрана своего телефона. Это то, о чем надо задумываться и не терять какую-то такую осознанность, хотя бы даже просто элементарно контролировать, сколько ты проводишь часов в экране своего телефона. Грина, а вот вы известный художник, у вас много персональных выставок, вы участвовали в различных международных проектах. Ну, как-то вы сказали, что когда вы учились в школе, то самая плохая оценка из всех предметов у вас была по рисованию. Как это возможно? Как это возможно, что вы потом вдруг, имея плохую оценку по рисованию, а по всем другим предметам хорошие, вдруг идете и становитесь художником? Ну, на самом деле это не было вдруг. В общем-то, я писала, рисовала вообще с раннего детства, еще до школы. То есть для меня это было абсолютно, то есть я была совершенно вот таким визуалом. Какие-то, я помню, такие полуабстракты акварели. Но, видимо, не совсем это как-то укладывалось в понятие такой вот, скажем, ну, очень... Школьной программы. Программы. То есть вот Мальвину с Воротиной до сих пор не умею нарисовать. То есть у меня немножко какие-то были такие другие сочетания цветовых, какие-то пятен, композиционные решения. Как-то у меня вот был прорыв, когда в школе как-то одна девочка, которой были хорошие оценки по рисованию, заболела. И как-то я так вызвалась, говорю, ну, отправьте, ну, отправьте. И, в общем, выиграла я, конечно, эту Олимпиаду. А, то есть сама попросилась, да? Просто напросилась. Я говорю, я знаю, что я делаю. И это был такой интересный первый опыт. Я помню, что эта Олимпиада проходила как раз один из туров в Юрмале, в художественной школе. И, конечно, мне вот, я помню, это был такой вот первый какой-то контакт, скажем, ну, вот кто были в комиссии тоже. Это преподаватели, естественно, художественной школы, то есть уже художники. Как-то я помню, что меня это очень тоже тогда впечатлило. Но я знала всегда, что я буду художником, то есть у меня не было никаких сомнений. Хотя, да, я училась хорошо, была такая заучка, и, в общем-то, были возможности стать и бухгалтером, и юристом. Но как-то вот я понимала, что нет, я буду художником. То есть я чётко это определила изначально в художественной школе. А вот сейчас вы, помимо того, что делаете свои работы, творите, вы ещё и читаете лекции в вашей художественной студии. А кто ваши слушатели и какие темы этих лекций? И можно ли вообще как-то подключиться к этому, если будет интересно нашим радиослушателям? До пандемии я вела очень регулярные занятия. То есть у меня была такая, ну, постоянно действующая студия, скажем, люди, которые ко мне постоянно приходят. И мы достаточно такой активной культурной жизнью жили, делали тоже отчётные выставки учеников. И плюс какие-то выездные, да, вот как правильно сказали, лекции. Меня очень часто, скажем, приглашали на какие-то такие мероприятия, что-то рассказать интересное. Конечно, мои любимые темы — это теория цвета. Я очень люблю цвет, очень люблю тему фавизма, ориентализм в искусстве, Матисс, Ариан — это, конечно, абсолютно мои любимые темы. Я люблю в основном живое общение, для меня это очень важно. И как-то, когда началась пандемия, я поняла, что очень категорически не хочу онлайн-занятий. То есть для меня живопись и даже просто, скажем, какая-то лекция об искусстве — это всё равно всегда тактильное ощущение. То есть я помню даже, когда мне какие-то были интересные, приглашали рассказывать что-то о цвете, я всегда брала с собой настоящую палитру, какие-то тюбики с краской. То есть тут же при зрителях, скажем, налить на палитру, что-то размазать, показать оттенки, переходы, как это всё смешивается. То есть для меня всё-таки вот это лайф, это живое, очень-очень важно. И я поняла, что не хочу делать суррогат. И поэтому пока я более или менее как-то могу в студию тянуть, скажем, другой деятельностью, какими-то картинами, я, конечно, буду стараться всё-таки сохранить этот уровень. И я всё-таки по-прежнему считаю, что самые хорошие услуги это то, что можно сделать вживую, а не онлайн. Будем ждать, когда вернётся в полном объёме вот это всё, что нам нужно. А давайте про мечты поговорим. У вас есть одна из картин «Слёзы по мечтам», которые так и не сбылись. Нужно ли оплакивать мечты? Может быть, всё закономерно, что происходит? Вот как вы размышляете на эту тему? О чём вы мечтаете сегодня? Ну, сейчас, наверное, я полна творческих планов. И как-то, наверное, сейчас все мечты, знаете, вот эта вот невозможность до конца реализовать все свои планы, поскольку это пандемия, и закрытые границы, и закрытые музеи, и невозможность каких-то культурных предприятий. Сейчас, наверное, все мечты в основном связаны с какой-то реализацией, вот этим выходом того, что сейчас накопилось, как-то к зрителю, что, в общем-то, очень сложно. А коллекция слёзы, да, она такая очень эмоциональная, но, знаете, нет только негативного аспекта. Слёзы же, ты знаете, тоже как-то и... Ну да. Бывают смыкают какие-то эмоции, очищают нас. Говорят, слёзы радости, люди плачут и от радости. Да, да, это очень такая разная окрас, на самом деле, этих работ. Это был тоже целый цикл. Да, там были такие сложные работы, но в основном это такие вот чистые вот эмоции оголённые. Мне очень нравилось в этих работах вот так прямо вымывать холст, чтобы он как будто прямо аж пульсировал. Именно эту вот такую эмоцию показать во время рыдания, что это как будто на холст смотришь, скажем, вот сквозь слёзы, ощущаешь вот чистую эмоцию. Да, для меня это была такая очень эмоциональная именно коллекция. Ещё вы как художник сказали, что помимо того, что вы в пандемии начали много читать, размышлять, что для вас очень важно ловить какие-то визуальные ощущения, вы прямо вот кайфуете от них. А вот в окружающей действительности вот за последнее время что вот вам какую-то такую радость доставило? Ой, знаете, ну вот, наверное, если последние брать недели, то, наверное, это всё-таки весна, и мы стараемся, в общем-то, каждые выходные как-то выбираться по Латвии, открывать для себя что-то новенькое, и слава богу, я всех так очень, на самом деле, тоже... Агитирую? Агитирую очень активно, да. На самом деле, очень много что есть посмотреть в Латвии, очень много парков, и сейчас, слава богу, ещё открыли террасы, так что надо поддерживать местный туризм. Природа. На самом деле, меня очень сильно вдохновляет природа, я очень люблю писать тоже с натурой, очень люблю пленеры, и сейчас какие-то эти периоды, цветёт одно, цветёт другое, партии нас приглашают, и, в общем-то, это очень вдохновляет. Хотя иногда бывает вдохновляют совершенно повседневные вещи, то есть для меня это может быть, не знаю, взгляд на те же самые провода электропередачи, ты видишь какое-то красивое сочетание, какую-то форму, какой-то урбанистический орнамент, обшарпанная стена, просто сочетание красок, там, не знаю, красивый ритм, как люди идут по улице, это всё на самом деле вдохновляет, потому что, действительно, я такой абсолютный визуал, и, в общем-то, во всём вижу композицию, цвет, ритм. Мне это очень важно. Давайте напомним нашим радиослушателям, что вот у художника Корене Паранянц, нашей гости сегодняшней, открылась вот буквально недавно выставка персональная в Йормульском музее. Корене, ещё раз давайте подчеркнем, как можно увидеть, то есть её можно увидеть, и, как сказать, живьём, при определённых условиях, куда нужно написать, как можно договориться. Наверное, пока лучше просто найти мой профессиональный профиль в Фейсбуке, написать мне лично, поскольку каждый день меняют правила, мы как бы стараемся в соответствии с правилами идти, и наверняка, если есть желающие, мы что-то придумаем, мы эту выставку покажем. И будем надеяться, что в какое-то ближайшее время всё-таки у нас мечта такая есть, вот мы её сейчас запускаем в космос, и будем ждать, когда она осуществится, да? Да, живые концерты, всё это, конечно, не заменит, такой личный контакт публики и художника. Очень ждём, очень ждём. Ну и напоминаем, что наша программа посвящена акции помощи 44-летней молодой женщине Инеты Пурвинской. Мы приняли решение продлить ещё на неделю акцию помощи, и наш благотворительный телефон ещё целую неделю будет работать для Инеты, чтобы собрать средства на лечение онкологии. У Инеты есть дочка и мама, и она для них очень важна. И сейчас это, в общем-то, вопрос спасения жизни. На сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа» есть подробная история, где можно посмотреть фотографии и Инеты, и девочки. И там опубликован счёт помощи, который открыт в благотворительном фонде «Биопенс», перечисленных денег не берутся никакие проценты. Это важно. И отчисления, да, деньги идут напрямую на оплату счёта на лекарства в данном случае и счёт от немецкой клиники, которая разрабатывает протокол и делает вот эти иммунные схемы. Наша программа подошла к концу. С нами сегодня был весь час художник Корене Паранянс. Мы благодарим вас, Корене, за интересный рассказ. И желаем вам и дальнейшего такого творческих взлётов дальнейших, и чтобы быстрее открылись все возможности по выставкам и личным каким-то контактам. И всё, о чём говорила нам Корене, сегодня связано с тем, что человек должен и внутрь себя смотреть, и поднимать глаза вверх, да, смотреть в небо. То есть не ограничиваться тем, что только глядеть под ноги. Спасибо вам, Корене. Вот буквально есть ещё одна минута, вы можете что-то сказать нашим радиослушателям важное. На самом деле хочу тоже вам выразить благодарность. Мне кажется, такое вы делаете очень благородное дело. И, в общем-то, опять же, агитирую всех поддержать. И действительно, это то, что очень важно. И очень важно, что есть фонды, есть люди, есть организаторы, которые, в общем-то, берут на себя большую часть работы. И когда от нас только зависит, скажем, короткий звонок, который, в общем-то, не большие, не глобальные какие-то деньги, я считаю, что нужно поддерживать, нужно участвовать. И слава Богу, что есть благотворительные организации, фонды, вот такие вот передачи. И, в общем-то, за тебя уже всё решили. И тебе осталось только сделать доброе дело, которое, в общем-то, тебе поднимет настроение, а для кого-то действительно спасёт жизнь. и это не какие-то космические деньги для каждого из нас. Так что осталось только пересмотреть ценности и поучаствовать. Да, спасибо. Спасибо вам за поддержку, спасибо вам за участие. Очень хорошо, что у нас в Латвии есть очень много творческих людей вот с такой активной жизненной позиции, как у Корене, которые готовы включаться, помогать. И мы попросим Корене поделиться информацией нашей публикации на своей страничке в Facebook, чтобы ваши знакомые тоже подключались к нашей акции. Спасибо огромное. Да, всего доброго и до следующего вторника. С вами была программа «Зелёная лампа». До свидания. Спасибо большое. До свидания. Мир не изменится, если мы не начнём с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем.